Трещины на потолке, щели в полу и стенах. Дом на Первомайском проспекте 24, корпус 1, отживает свой срок. Раиса Тихонова, жилец одной из квартир, рассказывает, что из-за старых конструкций здесь периодически происходит перебои с водой. Все рушится, все полы рушатся, кругом одни крысы, условий у меня внизу никаких нет. В этом доме Раиса Тихонова прожила 50 лет. Рассказывает, что когда-то этот дом принадлежал купцу Селиванову. Здесь некогда жил актер из фильма «Москва слезам не верит» Александр Фатюшин. Она помнит, что некогда гордилась своим домом, но теперь она с грустью смотрит на свое жилье. Уже руки опускаются, потому что столько лет прожили, ненастоящего капитального ремонта у нас не было. Живем в центре, даже стыдно. Все заходят, смотрят, что такой стоит развалюшный дом 19 века. Наша съемочная группа обратилась в администрацию города, чтобы узнать, будет ли расселен дом. Нам ответили, что по постановлению администрации Рязани, вышеуказанный дом, а также ряд других домов, признаны аварийными и подлежащими сносу и реконструкции. Однако данный дом не попадает в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 и 2025 года, так как в нее включены лишь всего 8 домов из 47 аварийных по городу Рязани. Дело в том, что финансирование программы переселения будет проводиться только в отношении домов, признанных аварийными в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017. Дом 24, корпус 1 по Первомайскому проспекту не может быть включен в программу, так как признан аварийным после 1 января 2017 года. Дом признали ветхим, а когда что это будет? Может, мы и не дождемся. В случае продления финансирования программы переселения из аварийного жилищного фонда дом на Первомайском проспекте 24, корпус 1 будет рекомендован для включения в нее. Также в администрации отметили, что если жилье в аварийном доме является для гражданина и членов его семьи единственным, то он вправе обратиться с письменным заявлением о предоставлении маневренного временного жилья в администрацию города, предоставив данное заявление в многофункциональный центр. Мы будем следить за развитием ситуации.